Тренировки в перемешку с зачетами для студента Ульяновского технического университета Артема Мытарева настала шаркая пора. Чтобы через две недели со спокойной душой и чистой совестью выступать на домашней универсиаде, нужно сдать зачеты по истории и математике в родном вузе. Просто сдать, честно. Ну вот история мне нравится, да. Тем более сейчас это актуально в наше время. А математика, ну так, чтобы голова работала. Турнир по тэквондо – лишь шестая часть программы всероссийской летней универсиады, которая пройдет в Ульяновске в начале июля. Так же тщательно, как и спортсмены, к нему готовятся и организаторы. Недавно для участников соревнований региональная федерация тэквондо приобрела несколько жилетов и шлемов, в которые встроена электронная система фиксации ударов самого современного, второго поколения. Это электронное оборудование показывает силу удара, показывает четкость удара, насчитываются определенные баллы. Естественно, на корте будут работать судьи, но вот это оборудование способствует тому, что происходит честное судейство. Более сотни спортсменов из 28 вузов России придут в Ульяновск, чтобы побороться за награды отечественной универсиады. В числе почетных гостей, гарантируют организаторы, будет и первый российский чемпион олимпийских игр по тэквондо Максим Хромцов, победивший в Токио под руководством ульяновского наставника Александра Лошпанова. Тренер считает, что универсиады – это не только спортивное состязание, но и большой спортивный праздник. Я думаю, это, во-первых, даст развитие вообще виду спорта, то есть федерации, и, соответственно, больше внимания будет обращено на студенческий спорт, и, возможно, какие-то клубы и секции тэквондо будут развиваться в институтах, в университетах или каких-то высших учебных заведениях. Кроме технаря Артема Мытарева, команду хозяев на университете представят еще три студента педагогического университета – Тимур Касимов и Илья Козлов, а также единственная девушка в ульяновской дружине – Оксана Козлова. В ее копилке, кстати, уже есть серебро студенческого первенства России, завоеванное в прошлом году. Волнения как такового нет. Передо мной стоит большая ответственность, потому что это домашний турнир, и хочется показать все, на что я способна. Турнир тэквондистов в рамках Всероссийского университета пройдет в фок региональной школы тэквондо, что на улице Железнодорожной. Он стартует 7 июля и продлится четыре дня.